В прошлой говиманге Чёрного Клевера нам раскрыли секрет Зоры, показав его тайное логово, в котором он изучал различные руны. Для того, чтобы найти своё идеальное заклинание. Пришли они в это место не случайно, поскольку Магна, из-за неспособности использовать стиль боя рунической магии Королевства Сердец, обратился к Зоре, который на его удивление смог использовать эти самые руны. Несмотря на то, что его манозапас почти такой же, как и у него. В этом месте Зорайдар раскрыл секрет использования им рун. Так уж вышло, что созданные малым количеством маны руны не исчезают очень продолжительное время. А значит, они могут в этом случае наделить их большей силой, уделив при этом им больше времени, создавая более сложные последовательности. В ходе изнурительных и долгих тренировок, Магна размышлял о том, какое же ему нужно создать заклинание, способное позволить ему, человеку с малым количеством маны, сражаться против в прямом смысле монстров с безграничными возможностями. И в ходе долгих раздумий, Магна пришел к созданию рунического заклинания, которое, соединяя его душу с душой противника, уравновешивает их запасы маны, тем самым позволяя сражаться с Данте с огромным количеством магических сил. И сейчас, разделив их силы поровну, Магна в одиночку противостоит одержимому дьяволам. И уже совсем скоро он поставит точку в поединке с нереально сильным противником. Кстати, у меня на канале вышел большой и интересный ролик по полной силе и потенциале всемогущего в прошлом. Я буду очень вам благодарен, ребята, за поддержку новой тематики. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Здарова, ребятки-анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 293-я глава манги Черного Клевера. Переводили мы ее сами, так что в силу своей неопытности и зачастую плохих сканов могут быть ошибки. Ну а главу вы можете почитать по ссылке в описании. Глава же начинается с того, что нам показывают Лака, который стремится в то место, где он ощутил какую-то странную магическую силу, которая внезапно появилась на поле боя. А ведь это и неудивительно, поскольку Магна буквально поделил поровну нереально огромную силу противника, создав тем самым два мощных вместилища маны. К этому времени, получив в прошлой главе промеж глаз, Данте был в ярости. Он не мог принять того, что какая-то мелюзга посмела проявить наглость и ударила его по лицу. А я напоминаю, что Данте в темной триаде олицетворяет нарциссизм, поэтому он себя очень даже любит. А тут кто-то посмел ему попортить его как внешность, так и положение, втаптывая его спиной в землю. Из-за этого противник был крайне зол, поэтому он начал безжалостно наносить множество атак каменными обломками, которые Магна, благодаря полученной магической стиле, с легкостью уничтожил. Однако Данте, в свою же секунду, формируя каменный меч, продолжает атаковать своего противника. Магна же успевают вернуться и наносит мощный ответный удар, вот только атаки с флангов не прекращались. Поэтому одновременно с контрударом ему также пролетает каменная глыба в левый корпус. Данте же, введя эту ситуацию, не мог не нарадоваться. Говоря противнику, что даже если он заберет у него половину магических сил и будет атаковать с такой же силой, как и он сам, Данте все равно отрегенерирует себя и сведет на нет весь полученный урон. Он ссылался на то, что у них изначально была разная сила, и поэтому, даже в такой ситуации, которую он себе создал, ему не победить. Но что больше всего его радовало, так это то, что он не был таким, как его противник. Говоря, что он никогда не был таким слабаком, как Магна. Сам же Магна не отрицал этого, он был обычным магом низшего класса, не имел никакого родства с королевскими особами, и в его тело не вселялась душа эльфа, и не оставила в нем частицу своей силы. Здесь он уже начал вспоминать своего соперника Лака, который мало того, что оказался сосудом для души эльфа, так еще и имел собственный талант, который позволил ему прорваться так далеко вперед. Он также вспоминал и Асту, который хоть и был простолюдином, без капли магических сил, но обладал очень имбовой силой, как антимагия. А сам же он не видел в себе никакой особенности. После нам показывают фрагмент из прошлого, когда Магна вернулся с королевства Сердец обратно, но с пустыми руками, поскольку был совершенно непригодным для того стиля боя, который практикуют магии того королевства. И тогда, придя к Яме, он спросил его, почему тот взял его в отряд Черных Быков, ибо в нем, в отличие от других рыцарей отряда, не было никаких особенностей. И тогда капитан сперва ответил ему, что у него могут быть такие же взгляды, как и у него, то почему бы и нет. Но потом Яме добавил, что тогда, при встрече, ему показалось, что Магна обладал крепкой волей. Скорее всего, эти слова и заставили его снова идти вперед. Поэтому сейчас он не собирался отступать, а уж тем более проигрывать. Благодаря своему упорству и невероятной силе воли, спустя полгода изнурительных тренировок и изучения материала, он создал свою собственную магическую технику. И именно поэтому такие, как Данте, которые не знают слова трудностей, никогда не будут способны на это. После чего, бросившись к противнику, Магна с огромной скоростью начал наносить мощные удары по сопернику. Говоря, что он со взрывом взлетит отсюда. Однако после, со стороны Данте прилетает ответочка. Он был очень рад стольким стараниям врага. Вот только для себя он видел лишь один исход. Это победа. Поэтому, захотев нанести заключительный удар, сила одержимого внезапно исчезла. В этот момент Данте просто нереально охренел. Это что ж такое? Его дьявольская сила полностью исчезла? Хотя нет, тут было нечто иное. Он подумал, что его противник снова что-то выкинул с его заклинанием. Вот только Магна ничего не делал. Несмотря на ошарашенное лицо своего соперника, он говорит, что всего-навсего у них закончилась магическая сила. И о да, именно таких выражений лица я ждал уже многие главы. Ведь согласитесь, приятно увидеть замешательство того, кто постоянно с довольной лыбой издевался над главными героями. И это я сейчас не только про клевер, а в общем. Не знаю как вам, а для меня увидеть замешательство Данте принесло прямо уйма удовольствия. Сейчас Магна объяснял своему сопернику, что на данный момент вся их магическая сила закончилась. А у такого парня как Данте, просто с умопомрачительной силой, наверняка никогда и не было такой ситуации с полным истощением маны. А произошло все это лишь потому, что он никогда в жизни не сражался с противником, который был равный с ним по силе. И поэтому Данте даже не заметил, как нерационально растратил всю свою ману. Тем более, руническое заклинание Магны каким-то образом повлияло на связь Люцифера и Одержимого. Из-за чего Данте лишился даже силы своего дьявола. Что стало поражать его еще сильнее, поскольку такого он даже не мог ожидать. На самом деле, это и была тактика Магны, довести своего противника к состоянию полного истощения маны. В котором, в отличие от него, Данте никогда не был. И теперь он не сможет полагаться на свои магические силы, ни на магию гравитации, ни на его магию тела, которые он регенерировал. Утратим на самом деле то, на что он так надеялся в этом сражении. После чего, не теряя времени, Магна наносит ему удар снизу, приводя тем самым Данте просто уже в паническую ярость. Ибо этот апперкот окончательно выбил его из колеи, и теперь он, со словами, что не может проиграть такому уничтожеству, как он, наносит удар по противнику. Однако, без своей магии гравитации, его физический урон оказался слишком слабым для того, чтобы вырубить оппонента. После чего, в этот же момент, Магна наносит ему хороший, прям такой мужицкий, ответный удар. И следующим фреймом нам показывают, как в помещение с Данте заходят Аста и Ла, которые, увидев картину, как Магна в одиночку побеждает одного из темной триады. Честно сказать, были поражены даже больше, чем Данте, когда тот узнал, что у него закончились все магические силы. После чего, сразив своего противника, заклинание Магны рассеивается, и мы можем лицезреть победный крик того, кто действительно это заслужил. Некоторые считают, что Данте, побежденный таким противником, как Магна, это полнейший слив. Ну, у каждого разные мнения, но я с вами не могу согласиться. Данте и вправду был очень сильным персонажем, ведь в конце концов он мог одновременно сражаться с Астой и Ями, при том, что очень хорошо вставлял им палки в колеса. Во время сражения он очень внимательный, что подтверждает то, что он не давал Асте даже прикоснуться к своему оружию, лишая его возможностей сражаться. Магну он не принял за соперника, потому что у него действительно очень мизерные запасы маны по сравнению с ним. Если сопоставить их, то это будет просто смешно. Но вот сам Магна целых полгода тренировался для того, чтобы с его-то малыми запасами маны найти способ сражаться с оверсильными противниками. Он сам пришел к идее создания такого рунического заклинания, и все это время он оттачивал лишь его одного. Но и то, по словам Зоры, магический круг был еще не идеален. Но вот только Магна уже собрал всю волю в кулак и пошел в одиночку против такого сильного противника. Так что я считаю, что Магна заслуженно одержал эту победу. Интересно будет услышать теперь ваши мысли в комментариях, но давайте только обоснованно. Думаю, как вы уже поняли, глава мне безумно понравилась, поскольку в ней я получил то, чего я так долго ждал увидеть на лице злодеев. Однако победа над одними из триады, скорее всего, не гарантирует победу. Но вот интересно, что теперь будет с ритуалом Древа Клипот? Ведь один из катализаторов повержен. Над этим действительно стоит задуматься, ведь если это так, тогда у ребят появилось время, дабы справиться с остальными. Ваникой, Моррисом и Зиноном. Но не забывайте, что большую угрозу несут не сама Троица, а демоны, которые управляют этим планом. И что-то мне подсказывает, смотря на дьявольскую отметину Морриса, что с Люцифером или с кем-то очень близким к нему мы очень скоро можем встретиться. Кто знает. Теперь осталось увидеть апы Зоры и Гордона. Ну и в полной мере силу тех ребят, которые обучались тайным знанием эльфов. Это на самом деле очень интересно. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика. Выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будут лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok